Я решила снять видео о своей амуниции, поэтому сейчас я вам её покажу. Так, начать я хочу с конной экипировки. Первое, что у меня появилось, это шлем. Вот этот вот шлем, он довольно мягкий и классный. Мне очень нравился, но он мне немножко велик. Узнала я это только тогда, когда начала экшн-камеру надевать на шлем. Мой второй шлем, который я только недавно приобрела, он изначально был не моим, но я его, так сказать, выкупила, теперь этот шлем мой. Почему именно этот? Почему именно без козырька? Почему именно бэушный? Потому что он один мне подошёл. Он один выдерживает вес камеры, не сползает мне на лицо. Новый такой я не нашла. Далее мои гольфы. Гольфы от Fuganza. Точно такие же, только серые. Вот они. Я их обычно ношу на тренировки, потому что они очень удобно прилегают к ноге. С ними очень комфортно. Бриджи фирмы Black to Black. Они с полной леей и из натуральной замши. Этим бриджам уже очень много лет. Где-то больше даже семи. Потому что я их покупала бэушными, и они у меня довольно долго. Тут есть карман, что мне очень нравится. Липучки. Ну, обычные такие бриджи. Далее покажу хлысты. Это первый мой хлыст. Его мне подарили за третье место в соревнованиях. Это мой самый первый хлыст. Я его специально обмотала изолентой, чтобы он как-то выделялся и не пропадал в конюшне. И ещё один мой хлыст с верёвочкой на конце. Вообще, я хотела заказать длинный выездковый хлыст. И это типа был он. Но мне пришёл короткий, обычный, только с верёвочкой на конце. Также у меня есть вот такие вот краги. Они коричневого цвета. Купил я их ещё летом. Потому что они одни мне подошли на мою тощую ногу. И носить я их, скорее всего, буду летом. Ещё одни мои краги из натуральной кожи. Я их носила очень долго. Вероятно, и буду носить. Но они мне велики. Моя уздечка с мексиканским капсулем. Шерсть тут уже стёрлась. Вообще, я надеваю обязательно мартингал с Дашкой. То есть, вот ещё и мартингал мой от Фуганза. На него я надела свой мех, который заказывала. Сейчас он немного потрёпанный, такой грязный. Налобник я покупала отдельно. Есть ещё налобник с вот такими вот узорами. Это ещё один мой налобный ремень. Он был изначально на той уздечке. Даже фирма осталась в Уздау. Но я его уже давно не использую. Этот налобник я заказывала отдельно. И украсила с помощью резинки и шипов. Моя уздечка. Смотрите, какое тут железо. Вот такой вот толщины. И ещё один трензель, который я использовала с другой лошадью. Но сейчас этой лошади уже нет в нашей конюшне. И поэтому трензель лежит у меня дома, как память о той лошади. Мой недоуздок. Купил я его очень давно, лет пять назад, когда только начала заниматься тут. Когда ещё тут был свой магазин. И вот я там купила. Мне он нравится в том, что тут мягкая подложка. Когда-то она была нормальной. Сейчас она уже вся вот такая. Я обычно использую его, потому что он большой. Мой чумбур. Этот чумбур когда-то подарил один мальчик, с которым я занималась вместе в группе в детской. Так, мои нагавки фуганза. Они с мехом. Очень классные. Кстати, очень приятно ощущаются на ноге благодаря этому меху. Липучки очень прочные. Что меня очень порадовало. И также задние нагавки. Ещё одни мои нагавки. Они утяжные и немножко порваны. Тут даже есть где-то... Сейчас даже найду. Вот. Порвано и починено. И задние нагавки от этого же стана. Ещё одни мои нагавки той же фирмы, только коричневого цвета. Они уже более такие использованные. И задние нагавки. Так, перехожу к бинтам. Так, чёрные бинты. Я их покупала уже давно, года два назад. Где-то. Обычные такие бинты. Флисовые. Мои бежевые бинты. Я их очень часто использовала просто в работе. Обычные такие флисовые бинты. Бежевые. К ним я планирую купить ещё вальтрап. Уже много лет планирую. Перехожу к самому интересному. Мои комплекты. Этот вальтрап никто из вас не видел. Я его не надевала уже много лет. К ним есть ещё бинты. Коричневые бинты. Далее голубой вальтрап. К нему есть ещё два вот таких бинта. Такой комплектик небольшой. Дальше идёт зелёный вальтрап. Такой салатовый. Вот такой фирмы. И к ним бинты. Далее вальтрап той же фирмы. Только розовый. И четыре вот таких бинта. Дальше вот такой вальтрап. Фирма Faris. Когда-то я его заказывала по личному дизайну. У меня есть персонаж с вот такой вот амуницией. Поэтому я решила сгалать. И к ним вот такие вот бинты. Ушки к серому набору. Также с индивидуальным дизайном. Очень большие, кстати. Фулл. Следующий вальтрап эскадрон. Он мне очень нравится. Он такой тёмно-синенький. Вот эскадрон. К нему есть вот такие вот тёмно-синие бинты. И ушки. Ушки от Lost Down. Вот такой вот вальтрап. Его вы видели в анбоксинге. К нему мех бордовый. Ушки бордовые. И бордовые нагавки, которые я совсем недавно купила. Вот такой вот комплект. И это ещё не всё. К этому комплекту ещё идёт недоуздок с мехом. Чумбур. Тоже бордового цвета. Далее меховушка, которую я постоянно использую из искусственного меха. Дальше москитная сетка на голову лошади. Вот такая вот. Я её использовала летом, когда было очень много насекомых. И они заставали Дашку. Моя сумка для щёток. Фирма Lost Down. Моя щётка-смахивалка. Очень удобная. Постоянно ей пользуюсь. Крючок. Самый обычный. Водосгон. Я его использую против линки. Скреплица. Очень классная щётка. Magic Brush. Которая очень хорошо вычищает. Обычная резиновая скреплица. Щётка, которую я купила в фикс прайсе. Это должна была быть расчёска. Но в итоге это только щётка. Потому что вот. Ещё одна моя щётка. С длинным борсом. От HKM. И щётка для морды. Она очень мягкая. Переходник для корды от Fuganzo. Я его очень давно искала. Но благодаря этому видео я его нашла. Своих залежек. Вот. Это была вся моя амуниция. Вот так вот она хранится. Мне пришлось искать вот эту вот сумку. Чтобы привезти всё сюда. И показать вам. Я это обратно повезу домой. Очень многое у меня хранится дома. И вот тут мои вайтрапочки. Вообще я хочу собрать все цвета радуги. И менять их.